Спасибо. Пожалуйста. Я корзину забыл. Блин, я вот хочу взять и сблоск. Всем добрый день, с вами Айден, и это новый суперинтересный видос. Я надеюсь, что вы поставите большой палец вверх авансом. Ну пожалуйста, ребят, иначе канал в рекомендации никуда не выходит в последнее время. Если вы не поставите лайк, мы просто его закроем. Это реальная информация. Ну а сегодня я придумал суперскую идею для нового ролика. Такого еще точно никто не снимал. Это не точная информация. Короче, я приглашаю сюда в студию двух своих подписчиков. Заходите, пацаны, здравствуйте. У нас сегодня Ваня. Ваня, мы с тобой уже знакомы, ты уже участвовал. И Максим. В общем, у нас, ребят, условия следующие. Каждому из вас я выдаю по одной тысяче рублей. Тебе тысячу, тебе тысячу. И вам, подписчики, тоже тысячу за лучший комментарий. Так что пишите их. Это гиперактивный сегодня какой-то. Покупают за эту тысячу рублей все, что только они захотят. Но самое интересное, что мы с вами сейчас отойдем вон за тот уголочек. И я скажу, к какой категории должны относиться купленные товары. У кого получится больше товаров, которые подходят под нашу категорию, о которой пацаны не знают, тот сегодняшний победитель нашей рубрики. Никто не должен слышать этого. Сканируйте этот QR-код, а мы с вами шепчемся. Но сначала небольшая рекламная пауза. У нас есть спонсор. Хочешь выиграть солидный кэш? Залетай сюда, будешь свеж. Промо-коды режимов много и лучший кайф в режиме крэш. Лучший эконом онлайн-стратегии. Rublix.com А ссылку вы найдете в закрепленном комментарии. Ну а пацанам нужно будет в этом магазине в большом купить то, что можно положить в школьный портфель. То есть все то, что пригодится в школе. Все остальное мы просто уничтожим к чертям. Пойдемте обратно к пацанам. Ничего не послушивали? Ну тогда давайте разбегайте по разные стороны. Мы смотрим, что вы купили. Потом, собственно, угораем. Кто-то из них проиграет. Смотрим. Я думаю, ну я возьму пару категорий продуктов. И еще возьму пару категорий техники. Возьму разные категории товаров. Молоко, хлебобулочные изделия. Я, наверное, возьму воду. Люблю молоко. Я не знаю. Пойдем мы сейчас в одежду посмотрим там. Я корзину забыл. Так, я беру сметану. Вдруг это будет, например, молочный продукт. У меня завтра день рождения. Хочу взять вот такие. У меня осталось еще где-то 750 рублей. Спасибо. Пожалуйста. Есть такая девочка Таня. Она снималась в выпуске, что купит школьницу на 200 рублей. И в теремке она купила два блина. Ты ей признаться любит больше? Нет. У меня есть уже любовь. Возьмем кошачий корм. Идем в раздел с наушниками. Так, чтобы по цене были более адекватные, возьмем недорогие. Давайте возьмем такие вот наушники. Блин, я вот хочу взять Эксбос, коплю на него очень миштайню. Сейчас вот люди работают, кризис вообще в стране, никому особо не устроится. Я тоже работаю, лесовки раздаю. Мы обратно возвращаемся в карусель и идем покупать категорию продуктов. Так, мы идем в канцелярию в карусели. Вот. Берем обложки. Возьмем какой-нибудь газированный напиток. Возьмем Кока-Колу. Это касса. Идем на кассу. Вот я все купил. Интересно, какая это категория товаров. Ждем Ваню. Давайте мы просто оплатаем время назад. Я вот здесь вот на руке вам покажу то, что я говорил здесь втихаря, пока вас не было слышно. Готовы? Давайте. Давайте я достаю. Ну а пацанам нужно будет в этом магазине в большом купить то, что можно положить в школьный портфель. И еще раз скажу, что сегодня вердикт я точно не могу сказать, потому что, ну, это будет только мое одно мнение. И вы проголосуйте сами, кто или я побеждает, поэтому давайте прям ковыть или чипсы. Можем ли мы положить в рюкзак? Ну да, школьник может, то есть, если бы школьный чипсы. Кока-кола. Ну, школьник любит Кока-колу. В принципе, в рюкзак оно поместится с трудом. Но если рюкзак большой, да, тоже поместится. Вот и Кока-кола тоже подходит. Второй товар. Фанта. Ну, да. Ну, сметанам точно. Ну, какой дурак пойдет. Что за сметаной? Ну, я думаю, это конечно и делаю. Молоко под особо, если бы это была какая-нибудь такая, знаешь, маленькая, наверное, паковочка. Сок. Ну, сок вполне себе. Правда, не такую большую, конечно, пакушку, но тем не менее. Обложки для учебников. Подходит, кстати, ну, как встать. Ну, и наушники. Наушники тоже. До переменки послушать музон. В общем-то, у Максима товаров, которые подходят в нашу категорию, ровно шесть. Шесть кажутся товаров. Давайте посмотрим, какая дела при отзывания. Палочки кукурузные, сладкие. Можно с собой как снег взять. Считаем за товар. Считается, как за один товар. Подушечки тоже можно подрыть с пацанами на переменках. И труба тоже не подходит. Фискос вряд ли. Чай можно попросить в горячую воду. Вполне себе, я думаю, можно считать, как, получается, третий компонент. В скульптуре, правда, уже есть каткульник. С другой стороны, вранец этого не уложится. Конструктор. Ну, да, если особенно как начальная школа, развивающие штучки. Берем это как один товар. Батончики тоже спортивные после физкультуры. Мы крепились к протеинам. Линейка. Ну, это само собой. Карандаш, школьная тема. Набор ластиков. Ну, как один товар, да, состоящий из ластиков тоже считается школьным. Носки. Можно использовать как сменные носки после физкультуры, правильно? Плитящиеся браслеты. Наверное, нет. Ну, зачем плитящиеся браслеты в школе? Нет. Клей-момент. Ну, можно? На труде. Чупачукс. Смерть перегрузили. Лампочка. Наверное, нет. Живатная резинка, чтобы сюда быть срежем. Так, лимонад. Да, тоже. Море, молоко. Нет. Мыло. Ну, то есть прям все плохо в школе. Бал, по-моему, руки. Свертка. Ну, на труде я могу, да. Поэтому, ребят, наверное, Ваня побеждает. Но если вдруг вы хотите, чтобы Максиму отдать победу, то сделайте. Потому что здесь голосование. И напишите в комментариях. Опрос, да. Напишите в комментариях, что им все-таки подарить. Потому что я купил вот такой автозак замечательный. Я хотел его подарить кому-то из пацанов. Но я подумал, что, ну, как-то им рано еще в автозак. Правильно? Правильно. Поэтому я хочу его разыграть в своем инстаграме. Есть ссылка в описании. Там будет просто фотография меня с этим автозаком. Просто заходите, подписывайтесь на мой инстаграм, лайкайте фотку и пишите любой комментарий. Все. Таким образом, кто-то из вас станет счастливым, обладателем вот такого автозака. Полицейского. Это сейчас в тренде. Пойми, поверьте мне. Так что автозак мы разыгрываем. Ссылочка будет на мой инстаграм в описании. Давайте прям помощнее. Ну, конечно, голосуйте за меня. Голосуйте за кого-нибудь. У нас свободные выборы. Мы за честные выборы, да, пацаны? Да. Поэтому мы выбираем автозак. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!